Вы слушаете канал жаж.клаб. Киножурнал «За кадром». Ведьмак «За кадром» — пять фактов о Генри Кавилле. О сериале «Ведьмак. Зе Визор» слышали, пожалуй, даже те, кто никогда не читал романы Анджея Сапковского, легшие в основу этого многосерийного фильма. Премьера состоялась в декабре 2019 года на стриминг-сервисе Netflix. Песня «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», впервые прозвучавшая во второй серии первого сезона из уст Барда Лютика, буквально сразу приобрела неслыханную популярность. И, конечно, своего рода символом «Ведьмака» стал британский актер Генри Кавиллель, сыгравший центрального персонажа «Геральта из Ривии», мутанта по прозвищу «Белый волк», убийцу-чудовищ. Вот пять любопытных фактов из жизни исполнителя главной роли, не связанной напрямую с сериалом «Ведьмак», но органично дополняющий образ актера. Факт первый. От регби к актерскому мастерству Генри Кавиллель – большой поклонник регби. Можно сказать, что именно благодаря этому виду спорта и началась его актерская карьера. Как-то раз играя в регби, 16-летний Кавиллель познакомился с Расселом Кроу «Актером», снимавшимся в школе стоу для фильма «Доказательства жизни». Рассел поделился с Генри парой секретов актерского мастерства. Кто бы мог подумать, что позднее они вместе будут работать над «Человеком из стали». Факт второй. Игрок по жизни занят на, что сыграть Геральта в экранизации «Ведьмака» Генри Кавилла побудила страсть к играм, сопровождающая будущего актера с самого детства. А именно, увлеченность игрой «Ведьмак», созданный по роман Джея Сапковского. Известен также случай, когда Кавиллель пропустил важный звонок, ему собирались предложить роль Супермена из-за легендарной «World of Warcraft», в которую азартно рубился геймер. Факт третий. Звездные роли Супермена Генри Кавиллель все же сыграл. Известность ему также принесли роли Альберта Мондега в «Графе Монте-Кристо», «Милота» в «Тристане» и «Изольде», Тисея в мифологическом фильме «Война богов», «Бессмертный» Чарльза Брэндона в «Тюдорах» и другие работы в кино. Факт четвертый. Не только классный актер Генри Кавиллель снискал славу не только актера, но и самого сексуального мужчины в мире, 2013 год, по версии британского издания «Гламур». Годом ранее он был включен в список 50 самых стильных британцев, составленный журналом GQ, а в ноябре 2018 года получил премию GQ «Мужчина года» на церемонии в Берлине. Факт пятый. Любовь к животным Генри Кавиллель – представитель Фонда охраны дикой природы имени Даррелла. Это международная благотворительная организация, созданная с целью сохранения видов и подвидов дикой фауны во избежание их вымирания. Фонд был основан в 1963 году Джеральдом Дарреллом и назывался «Джерсийский фонд охраны дикой природы». Имя Даррелла организация носит с 1999 года. Продолжение читайте на сайте jash.club